Здравствуйте! В эфире православное Красногорие. Сегодня тема эфира будет свобода. И поговорим о свободе со священником Павлом Островским. Добрый вечер, отец Павел. Добрый вечер. И первый вопрос. Если открывать книгу Библии, то мы встречаем такие слова апостола Павла, что стойтесь и держите. Свободу, которая вам дарована. Как понимать эти слова? Свобода в православном понимании – это когда человек свободен от грехов своих и свободен от своих страстей. Даже вот так, свободен от страстей, от грехов. Грехи – это следствие страстей. То есть свобода от страстей, когда ты хочешь поесть излишне, но ты свободен над своим телом, ты с легкостью себя ограничиваешь в еде и живешь воздержанно. Ты живешь в браке, вот, любишь свою жену, к тебе приходят мысли о том, чтобы жене изменить, но ты с легкостью отгоняешь. Вот ты сохраняешь себя в свободе, в чистоте. Это нравственная свобода, положительная свобода. К ней христианин должен стремиться, а тот, кто уже достиг этой свободы, должен ее держаться. Соответственно, именно об этом апостол Павел и пишет. Конечно, речь не идет о свободах, которые у нас сегодня, как сегодня в мире об этом говорится, что, типа, как толерантность, каждый может делать все, что хочет. В принципе, каждый может и правда делать все, что хочет, но с точки зрения христианства это не есть положительная свобода, это отрицательная свобода. Вот, вседозволенность, которая развращает человека, по сути, делает из человека животное. Пусть простятнее животное, потому что это как даже оскорбительно для них, потому что животное находится в своем естественном положении, а человек, получается, в неестественное, в противоестественное состояние входит. С другой стороны, если придешь в церковь, то очень часто слышишь, что того или иного человека называют рабом Божиим. Как вот совместить свободу и фразу раб Божий? Здесь две проблемы. Одна это то, что у нас очень часто людям не объясняют ничего в церкви, и приходит человек, и правда, он интересуется верой своей православной, ничего не знает, но очень хочет узнать. А ему бывает или просто книжку подсунут, ничего не объяснят, не расскажут, зато сделают множество всяких замечаний. И получается, человек тогда должен обращаться за информацией или самостоятельно в интернет. Это тоже не самый, конечно, лучший вариант, потому что это большая-большая такая или библиотека, или помойка, неважно, с какой стороны зайдешь. А с другой стороны, он может просто пойти в другую какую-нибудь секту, не в другую, а просто вообще в секту пойти, где ему расскажут, что вот это рабы, а мы вот свободны, мы там молодцы. Если говорить раб Божий в нашем понимании, то здесь вот есть два момента. Первый момент то, что кто такой Бог, мы говорим, раб Божий. Бог это любовь. Быть рабом любви это замечательно. Любая мама знает, что такое быть рабом любви под отношением к своему ребенку. Ребенок просыпается, плачет, и ты себя оставишь ниже этого ребенка, ты перестаешь спать, ты с ним время проводишь, успокаиваешь его, не высыпаешься из-за этого. Очень много страдаешь из-за своего ребенка, потому что его любишь. А если ты не хочешь быть рабом своего ребенка, пожалуйста, ребенок пусть орет, спит, можно ему залепить рот скотчем и спокойно выспаться. Ну, потом, правда, тебя лишат родительских прав, ну, будешь еще тем более свободен от ребенка. Поэтому быть рабом любви, то есть любовь всех делает рабами. Понятно, что известно определение, одно из определений любви по апостолу Павлу, что любовь не ищет своего. То есть ты сознательно себя отвергаешь ради объекта любви. В случае с Богом, вот Бог это и есть абсолютно любви, раб Божий. Ну и понятно, что если человек не раб любви, то он все равно что-то любит. Значит, получается, тогда будет потакать своим страстям. Тогда он будет рабом грехов и страстей. Когда человек видит, предположим, бутылочку пива и не может ее не купить. Вот. Это один из признаков алкоголизма. Вот. Или когда человек видит деньги и у него прям появляется слюновыделение, и он прям сглатывает слюну, прям настолько ему нравится так много денег, вот так радуется, к этому стремится и не может по-другому никак жить. Вот он, пожалуйста, сребролюбие, чистой воды, раб, любви к деньгам и тому подобное. Ну и второй момент. Это адекватная просто оценка. Есть еще одно понимание этого выражения раба Божий. Господь к нам относится как к детям. Он так говорит, дети мои. И когда на просьбу учеников научить их молиться, он им сказал, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах. Что такое Отче наш? Если не на старославянском это произносите, а на современном русском, то Папа наш. Папа. То есть Господь нам относится именно по-отечески. По-настоящему. Не символически, а по-настоящему. Он наш отец, а мы его дети. Ну и есть известная притча о блудном сыне, где был сын, который взял у отца часть положенного в будущем имения, все это расточил, то есть пропил, прогулял, заголодал, уже дошел до самой низшей ступеньки социальной лестницы и вспомнил о том, что у него у отца наемники, рабы живут лучше, чем он вот сейчас находится где-то там в другой стране и умирает от голода. И помыслил себе, подумал, может я вернусь к отцу и скажу, Отче, согрешил я перед тобой. Прими меня, не достоин я больше называться твоим сыном, прими меня как одного из твоих наемников, рабов. Ну а отец с радостью выбежал навстречу, одел на него перстень, символ, то что он его сын, одежду, устроил пир большой и говорил, сын был мой мертв и ожил. Соответственно, адекватно подходя, реально, честно, подходя к своей жизни, подходя, рассматривая себя по отношению к Богу, мы понимаем, что Господь правда нас очень любит, ради нас пошел на смерть, жизнь свою отдал. А мы, к сожалению, даже как рабы очень плохие. Даже уж как дети вообще, как к нему не относимся, как к папе, но даже как рабы не можем просто даже послужить нормально. Это уже адекватная оценка наша. Вот что такое раб Божий. Никакого отношения к потере свободы здесь нет. Если взять притчу о блудном сыне, там есть такие примечательные слова, что сын, прежде чем пошел к отцу, когда уже все свое имение расточил, уже даже ему не давали надо еду, которую давали свиньям, так вот он пришел в себя. Как правильно понимать, что такое прийти в себя? Прийти в себя, это перестать жить в неком виртуальном мире, в мире лжи. Этот мир лжи создан, бывает даже не самим человеком, бывает создан родителями сначала, обществом, ну а человек уже просто сам для себя как-то доработал его. Когда вот этот мир иллюзий разрушается, вдруг ты понимаешь, что все то, что было целью в твоей жизни, или невозможно этого достигнуть, или даже если ты чего-то достиг, это не оказалось столь сладостным и хорошим, и не пришло тебе никакого утешения, удовлетворения, появились опять такие же цели в будущем, которые ты адекватно подходя, анализируя и свою жизнь, в прошлом понимаешь, что даже если ты этого достигнешь, то все равно утешения, удовлетворения не будет. И человек, осознавая, что вот он у разбитого корыта, понимая то, что он очень долго себя уже обманывал, вот он приходит в это реальное состояние. Наконец-то видит себя таким, какой он есть. Это называется раскаяние. Раскаяние само по себе мало что значит, потому что это очень серьезно, но мало что значит, если не направлено подношение к Богу. В случае, в притче о блудном сыне, там он когда пришел в себя, то он подумал об отце и пошел к отцу. Бывающий человек раскаялся, все понял, осознал, какая чудовищная была ошибка вся его жизнь, но отчаивается, унывает. И как в случае с Иудой Искариотом, предателем, можно даже повеситься. Поэтому каждому человеку жизненно важно прийти в себя, перестать себя обманывать, перестать говорить, что мне хорошо, когда тебе нехорошо. Делать вид перед другими, тем более, что тебе вот прям замечательно живется, когда на самом деле это не так. И люди, как только перед теми, которые ты сейчас выкаблучивался и одевал эту маску, счастливый человек, как только они уходят, и вдруг поник головой. И плакать хочется, или настолько тошно, что думаешь, не спрыгнуть мне с балкона. То, наверное, есть смысл не отчаиваться, не унывать, но переосмыслить свою жизнь и посмотреть, есть ли вообще другой путь. Может быть, я просто очень давно вообще даже не иду, а лежу на самом деле. Вот этот путь предлагает нам Господь, Он сам про себя говорит, я есть путь, истина и жизнь. Я. Поэтому просто ко мне приходите, да, и будет у вас и путь, и вы будете видеть, что вы по-настоящему идете, не лежите. И будете понимать, что вы не мертвы, а по-настоящему живете. К этому нас призывает Бог. Поэтому каждому человеку могу только пожелать, что он пришел в себя, если кто еще не пришел в себя. Отец Павел, возможно ли настоящая подлинная свобода вне церкви? Если говорить о нравственной свободе, да, то такой свободы не может быть. Человек может очень хотеть этого, да, и хочет быть нравственным, он хочет быть свободен от своих страстей. Но у нас же есть многовековой опыт дохристианского религиозного мира, многовековой. И что мы там наблюдаем? Люди, которые... Ведь не нужно думать, что в древности были все какие-то, знаете, обезьяны и только бананы ели. Люди были очень религиозные, ревностные. Очень много что делали для изменения себя, но все равно мало что получалось. И не зря пророк Давид, один из замечательных таких великих наших ветхозаветных святых, он говорит Богу, сердце чистое, сожди во мне, Боже, да, и дух правый, правильный дух обнови в моем внутри. Человек не может без помощи Бога себя изменить. Реально изменение себя стало возможным только когда пришел Христос и оставил нам свою силу, силу святого духа. И теперь у человека есть таинство покаяния. Покаяние это есть изменение жизни. А до этого, когда мы читаем описание своей жизни, в том числе и духовной жизни ветхозаветных людей, они сталкиваются с этим, как они называли, проклятием. Что мы очень хотим изменить свою жизнь, и не получается. Поэтому именно вне церкви, вне Христа спасения не существует. Я понимаю, что это очень часто вызывает вой целых мнений, что значит, вот, вы узурпировали и тому подобное. Но истина и правда одна. И Христос и правда один. И Христос предлагает себя каждому. Как раз в том случае здесь нет такого, что мы истину забрали только себе. Да нет, пожалуйста. Христос хочет, чтобы все спаслись. Каждый приходи, посмотри, какая жизнь. Но если человек не хочет, если ставить что-то человеческое выше Христа, ну тогда он и будет за свой вот этот выбор, свободный выбор отвечать. Поэтому настоящая свобода, нравственная, положительная, когда человек может достичь святости. Когда он свободен от всех вот этих человеческих страстей, от суеты к святости. Святые только в церкви. В современных СМИ есть выражение о том, что именно русская православная церковь мешает развитию свободы в нашей стране, мешает прогрессу. И если на Западе люди уже живут хорошо, богато и широко, то в России они так не живут из-за того, что именно церковь и ее нравственные ориентиры мешают вот этому развитию. Что мы могли бы ответить на такую критику? Во-первых, не очень хочется на такую критику отвечать, потому что, отвечая на эту критику, я как бы саму эту критику делаю чего-то стоящей. Если какой-то человек тебя на рынке назвал дураком, то нормальный человек просто молча пройдет мимо. А если он скажет сам дурак или начнет как-то там беседовать с этим нездоровым пьяным человеком, то рано или поздно пьяный человек на него набросится и будет просто драк. Я отвечу не потому, что считаю эту критику здравой, я даже это за критику не считаю. Я просто отвечу ради того, что люди смотрят, чтобы как-то могли понять, что у церкви есть совершенно иной взгляд на все эти вещи. Во-первых, сами по себе СМИ, средства массовой информации бывают совершенно разные. И то, что сегодня такое понятие, как честное слово, кануло в лету, мы это тоже знаем. Сегодня можно прямо, не краснее, врать с экрана. И журналист при этом и ведущий может на 100% знать, что он врет. И не краснее, и еще себя оправдает, будет считать, что это надо ради какой-то высшей цели. Вспомните, как, по-моему, госсекретарь США показывала совбезион биологическое оружие в пробирке, поводом чего послужил нападение на Ирак. Потом он сказал, что это все ложь. Не краснел. Один из таких ведущих, получается, политиков даже не покраснел. Мы знаем, что СМИ, и мировые в том числе, и европейские, и, кстати, и российские, да, ну, наверное, сейчас лидером вранья это являются украинские СМИ. Да, вот откровенно можно не краснее врать. Или говорить то, о чем ты не имеешь никакого представления. Я понимаю, когда журналист, имеющий православное образование, богословское образование, знающий, в чем суть верующей церкви, имеющий какие-то знания в области истории, и он анализирует и следствие этого критикует. Нет, закончил, бывает, какой-нибудь, значит, вуза телевизионный. Ну, получилось так, что у тебя мордашка как-то красивая с рождения, и поэтому тебя еще взяли ведущим. И теперь ты, благодаря этой красивой мордашке, так получилось, что теперь ты всем вещаешь. Или, как у нас бывает на ток-шоу, пригласили, значит, какого-нибудь артиста театра и кино, который, ну, я понимаю, ты хороший артист, да? Ну, у тебя нет богословского образования, исторического образования, и вот теперь ты вещаешь на весь мир, свое кличное мнение выставляя, как будто так все думают. Что касаемо русско-православной церкви, и что она, дескать, как-то мешает развиваться там и тому подобное. У нас есть отличный пример развития нашей страны без православной церкви. У нас были гонения на православную церковь, когда страна жила в абсолютном атеизме. Какие у нас были свободы? У нас было много свобод, у нас наша страна стала какая-то особо нравственная. Это Россия, это занимающая первое место по количеству абортов в процентном соотношении на душу населения. У нас китайцы приезжают, но там полтора миллиарда, а нас 148 миллионов. Это Россия, у которой разводов больше половины. Наркомания, алкоголизм, это все следствие того, что в советские времена никакого духовного просвещения не было. Это все наследие времени, когда не было церкви. Когда люди, чтобы крестить своих детей, должны были куда-то в деревню поехать. А молиться так только дома и то тайком. Не приведи Господь, бывает даже член семьи мог бы тебя заметить и уже могли укорить. И все говорили, что нет, Бога нет и тому подобное. Поэтому давайте смотреть на плоды все-таки, а не просто на какие-то слова. Давайте посмотрим на Европу, которая у нас толерантная, такая свободная. Но что же из этой Европы в ИГИЛ так много людей сейчас съедет, в БВК записывается? Почему эта Европа сейчас уже лет так через 10-15 будет больше, чем половина населения будет мусульманией? Уж не потому ли, что так называемая христианская Европа перестала быть христианской, а свято место пусто не бывает. И людям жизненно важно заполнить этот вакуум, который христианские священники, дав им свободу выбирать и делать все, что хотите. Потом откровенно исказив священописание, устроили там как раз у них там и геи, там священники, транссексуалы. Все, полная свобода, все дозволенности. И люди в итоге от безысходности, очень многие, не считают, что христианство это вот эта слабая такая вот мразь какая-то. Потому что мерзостное, конечно, у них впечатление от этого западного протестантизма. И вот они, конечно, все пошли в мусульмане. Огромное количество европейцев становится мусульманами. Я понимаю, что есть такие замечательные страны, как Польша, католическая страна, где люди очень серьезно верят в Бога. Германия тоже, люди более-менее серьезно верят в Бога. Но скандинавские страны, предположим, да, там страна Франция, Англия. Ну и где, где там, где вот эта великая свобода, когда люди все в ислам уходят, в ислам, где само слово ислам означает покорность. Ты покоряешься законом, это любовь дает свобода, а закон он тебя связывает всегда. Мусульмане не отрицают, что у них строжайшее должно быть исполнение закона. Это у нас любовь выше закона, у христиан. Но только настоящая любовь. Не любовь к своему телу, чреву, как у нас по-старославянски, а любовь к Богу. И если мы говорим сегодня о том, что русская православная церковь не дает нашей стране развиваться, как деградирует, давайте не будем обманывать никого. Русская православная церковь в нашей стране, то есть реально серьезно верующих православных христиан в нашей стране, ну процента 3-4. Вот именно серьезно верующих. Еще очень активно сочувствующих, да, и заходящих в храм свечку поставить, может еще процентов там 15. Все остальные себя просто причисляют в православной церкви, просто по инерции, культурно, так скажем. Они как-то пока еще против садомии и так называемого европейского развития. У меня нет никаких сомнений, вот ни одного сомнения нет, что наша страна тоже в этом погрязнет. И у нас не через 5 лет, не через 10 может, ну пусть там через 20, через 30, у нас также будут приняты все эти законы, благобитые там, ну через 50 лет, какая разница. Какая разница, когда все равно все это прогниет. Потому что наша страна, как раз здесь русскую православную церковь ничего не сдерживает. Это сдерживает вот это наследие наших предков, которые даже Советский Союз убить не смог. Наша страна, правда, была православной, святой Русью, святой. А теперь они святая. Но это как-то вот еще сдерживает. Но я не думаю, что это особо долго. Поэтому те люди, которые борются за так называемую свободу, они могут быть уверены, у них временная так называемая победа будет. Ну, до второго происшествия, конечно, когда Господь придет и все будут судить. Ну, можно посмотреть на то, как в других странах принимались эти законы. Все это делается очень быстро, это очень профессионально делается. У нас давно к этому ведется подготовка и через кино, где люди с нетрадиционной ориентацией подаются как чуть ли не самые положительные герои. Постепенно сознание меняется. Сначала станет все равно людям, а потом радикальные противники будут казаться какой-то архаикой. И потом подумают, да ладно, отстаньте вы от них, пусть, они же нам не мешают жить. Ну, вот как-то вот так все это и произойдет. Ну, как в других странах России, чем те же самые люди. Есть надежда на то, что благодаря святости наших предков все-таки какие-то вещи не будут приняты в нашей стране? Ну, в смысле, у нас надежда на спасение и на Христа. А надежда на то, что как-то люди что-то как-то там тормознут, все равно будет всеобщее падение мира в эту грязь. Христос как говорит, когда приду на землю, найду ли веру на земле? То есть, когда приду на землю, вот второе пришествие, найду ли тех людей, которые реально в меня верят? Верят в Бога, стремятся к Богу, любят Бога. Он говорит, найду ли веру на земле? Это слова спасителя. Он говорит, в последние времена умножится беззаконие и охладеет любовь. Что такое охлаждение любви? Ведь не охлаждение любви к себе, нет, охлаждение любви к ближнему своему. Когда человек начинает думать только о себе, я, 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 мои права, мои свободы, все мое. А уже ближний лишь бы не лез ко мне и меня не трогал. Мое право, имею право делать все, что хочу. Вот это охлаждение любви и как следствие умножение беззакония. Сегодня мне страшно представить, что будет с преподавателем, предположим, вуза, который скажет первокурсникам, которые только-только пришли. Говорят, ребята, там, храните себя в целомудрии, мальчики, будьте рыцарями, да, будьте мужественны, девочки, будьте чистыми, да, вы же леди. Вот, храните себя до брака. Засмеют, засмеют. Дура какая. Че она несет вообще? Представляете, какое падение, какое беззаконие. Вроде, ну, это нормально для парня. Ну, я, слышите, но я, я читал Три Мушкетера, помню, мне вот хотелось быть там Д'Артаньяном там или Атосом. Ну, как-то, то есть, вот быть таким, знаете, благородным, там, защищать какие-то там, вот, правда, самые добрые и лучшие какие-то ценности. А сейчас так и скажи, нету тех рыцарей и нету тех леди. Есть развратники и развратницы. Кто-то это откровенно делает, а кто-то это скрывает. Ну, так или иначе, живут в разврате, живут в блуде, в тяжелейшем смертном грехе, нарушая один из прямых законов Божьих. А апостол Павел прямо пишет, не обманывайтесь, блудники в Царство Божие не войдут. Не обманывайтесь, не обманывайте себя. Это он написал две тысячи лет назад. Две тысячи лет. Когда, чтобы в блуд впасть, там, это было прямо такое, знаете, надо было попытаться это сделать. Не просто так это. Тогда народ так более-менее нравственные. Ну, иудеи уж точно нравственные жили. А представьте теперь себе наше время. Разве истина меняется? Истина не меняется. 2 плюс 2 равно 4, как было в первом веке, так 2 плюс 2 равно 4 и в 21 веке. Христос, какой был, он есть и будет всегда один и тот же Христос. Он как был святой, как ненавидел всякий грех, так и сегодня ненавидит, не приемлет всякий грех. Поэтому не обманывайтесь. Вот у меня, может быть, если кто-нибудь смотрит, там, из молодежи. Если живете в блуде, в Царство Божие не войдете. Если не остановитесь, не покаетесь, не прекратите развратничать, не войдете. Поэтому, если говорить про, если у нас какие-то надежды или шансы, все остальное, конечно, человек каким-то образом сдерживает, может сдерживать вот это падение. Но все равно все закончится концом света. Свет – это Бог. То есть наступит этот конец света в людях. Люди сами подведут свой мир к страшному суду, к этой черте. Сами подведут. Когда это будет? Насколько мы сможем это все оттянуть? На один век, может быть, на 10 лет, на век, на 10 веков. Ну, это как люди же будут. Господь тоже, видите, не хочет погибли людей. Поэтому бывает, правда, посылают очень серьезное вразумление. Сейчас вот ударит какая-нибудь война глобальная. И захочешь в блуд впасть, не впадешь, в окопе сидеть будешь. Поэтому какое-то время можно оттянуть, но все равно все закончится падением. Некоторые считают, что ближайшая война, как вы говорите, глобальная, если будет, то это будет война уже, в первую очередь, на религиозной почве. Как вы относитесь к таким домыслам и мыслям? Не знаю, почему говорят, что война будет. Война давно уже идет, в первую очередь, в сердце человека. А то, что где-то когда глобально, если случится война, ну, они же постоянно происходят. Ну, что война в Чечне, это не война, что ли была? Что там люди не гибли? А сейчас гражданская война на Украине, вот, слава богу, наверное, вот, правда, молитвами множество христиан, по-моему, ну, вроде закончилось. Ну, активные боевые действия. Разве это не война? Тоже война. Вот если так, вот, наверное, с общественной точки зрения, тоже война. Гибли люди. А войне в сердце человека, которая внутри у тебя идет, между добром, богом и нечистой силой, не хочется вспоминать почему-то. Что касаемо религиозных войн, то, скорее, возможно, войны между фанатиками. Между фанатиками мусульманами и фанатиками кинехристианами. Но фанатиков мусульман гораздо больше. Вот, это не потому, что, значит, ислам чем-то хуже. Нет, просто более-менее активных верующих мусульман, серьезных верующих мусульман, в принципе, больше, чем серьезных верующих христиан. Поэтому, как следствие, и фанатиков больше. Я знаю, что все нормальные мусульмане, благочестивые, которые, значит, очень серьезно живут по самому вероучению, они как раз не приемлют фанатизм. Это я говорю не на основе своего личного опыта, а просто потому, что могу через интернет смотреть различные, интересуюсь, да, о различной проповеди имамов, муфтиев, они об этом прямо говорят. Но понятно, что не в этом суть войны, то есть не религия. Всегда что-то такое материальное есть. Ресурсы, геополитика, сфера влияния, ну, что-то такое. А это просто, ну, рычаги, способ разжечь народ, как-то оправдать что-то. Ну, мы же все-все отлично понимаем. Это все одна большая-большая игра, где люди борются за один большой-большой кошелек. Кому больше что достанется. Если кто-то еще это не понял, а кто-то думает, что в Украине, там, или в Афганистане, или там в Сирии, в Ливии, в Ираке, там, или вот на Ирана хотели, там, думали нападать, что там, значит, борьба за свободу, за демократию, или что-то такое еще, да бросьте, что вы. Это, может быть, когда-то давно было еще, да и, наверное, давно тоже. Все одно, деньги. Ну, по-разному выражены эти деньги. Через нефть, там, через ресурсы, или через людскую силу, или еще что-либо. Ну, в любом случае, материально. Отец Павел, но насколько важно в своем мире христианину именно вот нести тот свет, чтобы показать, что христианство все-таки это не религия, наверное, как вы говорите. Слабость некой, и в тот же момент религия свободы. Ну, надо смотреть просто на нормальных христиан, которые живут осознанной христианской жизнью, и, глядя на них, уже делать выводы. Свободен человек или не свободен. Активный он или неактивный. Я вот, когда общаюсь с ребятами, потому что со студентами, или просто с людьми стучаю на улицу встречающимися, они надо мне это спрашивают. Я говорю, вы на меня посмотрите. Я похож на какого-то слабачка, там, неактивного и все остальное. Это, кстати, не в похвалу себе говорю. Просто любой нормальный христианин, он, в принципе, активный. Старается делать добрые дела, молится, борется с грехами и страстями, смотрит за собой. Очень даже себе активный человек. В нем явно бьет жизнь ключом. Что касаемо свободы, ну, просто, чтобы поднимать под свободу, ну, да, я хочу пить и пью, это тоже свобода. А я хочу идти к жене, значит, меня друзья останавливают, говорят, да нет, давай, там, пошел к нам еще посидим, давай, там, пивка попьем, в карту сыграем. Я говорю, нет, ребят, я жену свою люблю. Я пойду к ней. Они говорят, ну, гурачок какой-то и все остальное. Для друзей он раб, а для жены, наоборот, он свободен. Вот и все. Это с какой точки зрения смотреть? С точки зрения жены он свободен от своих неправильных друзей. И любит свою жену. А друзья, они обижаются, считают его подкаблучником. Поэтому, если смотреть с христианской точки зрения, где на первое место выходят именно добродетели, то да, конечно, христиане свободны. Ну, по крайней мере, стремятся к этой свободе. Они борются со страстями, которых делают рабами, связывают. Превращают в животных. Они с этим борются, хотят быть настоящими людьми. Людьми, внутри которых есть Бог. Источник свободы, настоящий, это Бог. Вот если он внутри человека есть, значит, даже как-то проявляться. Человек борется со страстями своими. Возможно ли возрождение христианской жизни в Европе? Все возможно. Как сказал один мой знакомый, процитировав Священное Писание, все возможно верующему. Ну, и Богу все возможно. Поэтому, если люди будут каяться, будут внимательно смотреть на свою жизнь, реально подходить к себе, будут идти к Богу, ну, все возможно. Просто гадать здесь совершенно не хочется, потому что это будущее. Будущее знает только Бог. Господь нам на это говорил так. Довольно для тебя забота дня сегодняшнего. То есть, не надо так думать уж о завтрашнем. Мы, понятно, как-то планируем что-либо, но прям так вот уж забудется анализировать, когда есть огромное количество разных факторов, которые невозможно спрогнозировать. Зачем ты об этом думать? В конце концов, думая об этом, ты можешь в этот момент умереть с думой о том, выцерковится ли или станет ли христианская опять Европа. И в этот момент ты помер. Ну, наверное, ты пожалеешь о том, что в этот момент ты думал о христианской Европе. Просто есть слова апостола Павла о том, что друг друга тяготы насыть, и так и исполнить закон Христов. Можем ли мы помочь Европе с многими тяготами именно с христианской точки зрения преобразиться и как-то заново воскреснуть? В первую очередь, нужно показывать личный пример. Самим нам, прежде чем думать о Европе, просто самим нужно воскреснуть и быть православными. Ну, неужели после окончания советского времени в нашей истории мы не воскресли? Я не думаю, что наша страна является православной. Это и не оптимизм, и не пессимизм. Это реализм. Наша страна, прямо сказать, что она как-то особо православная, ну, конечно, она не православная. Количество реальных православных христиан, которые регулярно, сознательно, сознательно, подчеркиваю, участвуют в таинствах церкви, то есть исповедуют, сопрещаются, их очень мало. Ну, их проценты 3 или 4. Это недостаточно для того, чтобы считать нашу страну православной, прямо вот так вот. Поэтому, прежде чем говорить о воцерковлении, то есть о христианизации Европы, нам нужно Россию христианизировать, чтобы у нас было христианство. А почему у нас людей не так много, не такой большой прирост православных каждый год? Потому что православный такой пример показывает. Опять же, не нужно здесь искать причины где-то извне. Нам никто сегодня, ни государство, никто не запрещает нам ходить в храмы, творить добрые дела и показывать этот пример. Никто не запрещает. Просто банально наша лень. Поэтому надо нам, и отцу Павлу, отцу Сергию, и всем остальным, нужно бороться со своей ленью, бороться, себя не жалеть. С своими грехами и страстями показывать личный пример людям. И люди, взирая на нас, они думают, да, вот, наконец-то, кто-то мне пример показал. Я вот все так ждал. И будут тоже идти за Христом. Нас будет больше, а потом, если уж прям Россия воскреснет, то Россия такая большая, сложно на карте не заметить. На реках могут и норвежцы заметить, не только рыбу, но только, о, оказывается, еще и христиане есть. Может, воскреснут норвежцы. Все мы людям и телезрителям нравятся, когда говорят четко, конкретно, да, вот, с чего начать вот это вот сорковление человеку? Какие должны быть первые конкретные действия? Перестаньте пить водку. Ладно, я, конечно, шучу. Ну, конкретные действия, друзья мои, жизнь разная у всех. У всех разная. Как я могу сказать, какие конкретные действия могут быть для мамы, у которой много детей, да, для мужчины, который работает бухгалтером, и ему начальник мозг выпиливает постоянно, значит, всякими своими отчетами, и постоянно у него ругается, кричит. И он только успевает домой приехать, там, спать лечь. У всех жизнь разная. Просто у каждого человека есть возможность идти к Богу. Надо на себя честно посмотреть, первое, и обнаружив проблемы, именно, которые есть, ну, вот, могу вам прямо предложить, приходите к храму, к священнику, поговорите, он вам расскажет, что такое исповедь, как исповедоваться. Все равно люди в первый раз на исповедь идут не потому, что в Бога верят, врать-то не надо как раз, а потому, что вот священник, прочитав определенный текст о священном Писании, рассказав, он говорит то, что если вы искренне, именно, пойдете к Богу, с желанием изменить свою жизнь, Бог вам эту жизнь изменит. Это нам обещал Христос, приходящего ко мне не прогоняю. Поэтому, если желание будет изменить жизнь, вот, вот эти реальные проблемы, не квартира, машина и деньги, и здоровье, а именно духовная жизнь, то Господь ее изменит. И человек получит реальный, живой, свой, личный опыт общения с Богом. Это будет первым шагом к совершенно иной жизни. Человек этот опыт никогда не сможет забыть. Он будет верующим. Вот, простые, конкретные шаги. Они описаны не мною, а сказаны, были сначала Иоанном Крестителем, покайтесь и принесите достойное плодопокаяние, а потом их повторил Христос в самом начале своей проповеди. Покайтесь, измените свою жизнь. Это изменение жизни начинается с честности. Реально смотришь, какой ты и есть. Отец Павел, спасибо, что вы нашли время прийти сегодня к нам в студию. Пожалуйста. Ответить наши вопросы. И дай Бог всем нам научиться той правильной свободе, о которой говорит Евангелие, и следуя которой мы, собственно, обретем то человеческое лицо по образу и подой Божией, которым мы созданы. Да хранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok